Бесконечно. Сколько бы против меня не согрешили, я должен простить. Что, потерялась отца? Видите, я говорю вам, если вы потеряетесь, вас никто не найдет. Вы знаете, некоторые люди просто используют благодать для того, чтобы прикрыть свой грех. Это означает, что он опустился не просто на дно, он пробил дно своим жизненным положением. Тема моей проповеди – благодать, какой вы ее не знаете. Я буду говорить о благодати Божией. В Писании 125 раз упоминается слово «благодать». В Новом Завете есть 21 книга. Только вдумайтесь, 16 из них начинаются со слов «благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа». Да, это апостол Павел, который писал, и не только он, он начинал свое письмо такими словами «благодать вам», «благодать вам». В другом месте мы знаем, что апостолы пришли в церковь и увидели благодать Божию. Они возрадовались, они прославили Бога. То есть церковь, она была видна, благодать Божия была видна в церкви. И церковь отличалась тем, что на ней была благодать Божия. Я хочу сказать, что если вы христианин и какое-то время следуете за Богом, то вы можете сказать мне, пастырь, я знаю разницу между жизнью с Богом, жизнью в благодати и между жизнью без благодати. Это как будто бы, ты знаешь, в сухую какие-то тяжелые механизмы пытаешься прокрутить. Они не прокручиваются, потому что там необходима смазка. Это как будто бы ты пытаешься взобраться на гору. Или ты идешь, перепутав эскалатор, там где все идут вниз, спускаются, ты пытаешься подняться, ты бежишь уже, но ты все еще стоишь на месте. Жизнь без благодати трудная, тяжелая. И я скажу вам больше этого, Бог не предназначил никому из нас, чтобы мы с вами жили без благодати. Вот знаете, вот такие вот герои. То есть вы поверили в меня, давайте, ребята, давайте старайтесь. Я однажды, я сказал, что я приду, я однажды вернусь. Я в один день вернусь за вами, а вы пока тут старайтесь, старайтесь, старайтесь. Я посмотрю, как у вас получится. У меня-то получилось. Это неправильно. Нет, не так, не для этого умирал Иисус, чтобы оставить нас наедине, теперь с осознанием того, каким образом жить. Но Он сказал, я пойду к Отцу, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа Святого. Он с вами прибудет и в вас будет. Он сказал о благодати, которая будет на каждом христианине. Хочу предложить вам текст из Священного Писания, это из Ветхого Завета. Там огромная история, мы в конце проповеди подойдем к этой истории, но я хотел бы, чтобы мы прочитали, потому что слова очень сильные, крутые, и они сильно вдохновляют меня. Я хотел бы, чтобы они также вдохновляли и тебя. Тогда отвечал он, это Захарий 4 глава 6 по 10 стихи, и сказал мне так, это слово Господа к Заровавелю, выражающее не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Заровавель был лидером, который вывел свой народ из рабства, это было пленение, вавилонское пленение, из плена, и повел их в эту землю, обетованную землю, и привел их в Иерусалим. А Иерусалим был грудою камней, а Иерусалим был весь разрушен, всякие дикие животные, птицы там, там нет жизни, там ничего не происходит, там все нужно восстанавливать. Они 70 лет были в плену, за эти 70 лет достаточно много разрушений. Заровавель, Дух Божий поднял его, он вдохновил людей, и целая группа, семьи вернулись. Когда они вернулись туда, они начали восстанавливать прежде всего храм. Вернемся к этой мысли чуть попозже, я хочу прочесть этот текст. «Кто ты?» Следующий стих, седьмой. «Великая гора перед Заровавелем, ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне, руки Заровавеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Заровавеля те семь, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Друзья, какие удивительные слова. Бог говорит «не воинством, не силою, но духом моим». И там была ситуация, когда они просто все остановились. И он не знал, что делать, он пал духом, потому что стройка остановилась, проект остановился. И приходит пророк, и он говорит «не воинством, не силою, но духом моим», говорит Господь. Потом он говорит «кто ты, великая гора пред Заровавелем? Ты не гора, ты равнина». Вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Вернемся чуть позже вот к этой истории. Но я хочу дать вам несколько мыслей по поводу самой концепции благодати. В Библии есть два слова, и они отличаются. Есть милость и есть благодать. Милость – это когда мы не получаем то, чего мы заслужили. Например, если я ехал с превышением скорости, и меня остановила, дорожная полиция остановила меня, и я наказан, мне должны выписать штраф, но милость состоит в том, когда они не выписывают штраф. Я достоин наказания, но они проявили ко мне милость и не наказали меня. А благодать – это когда они не только не наказали меня, но когда они меня еще и чем-то там вознаградили. Между прочим, у меня такой случай был. В 97-м году я ехал, я третьи сутки был за рулем, засыпал и просто гулял по дороге, боролся со сном, и полиция меня остановила. Просто сзади, справа и сзади они подъехали в потоки машин, и они меня отвели в карман, ну, как бы сопроводили в карман, фарами осветили, лицо мое проснулся, и вот прямо в следующий карман они меня проводили, и они стали спрашивать, все ли нормально с вами. Я говорю, я устал очень. И знаете, там около часа была вся эта проверка, длилась, но в результате они не только отпустили меня, они еще подарили мне разные подарочки. То есть это было в 97-м году еще до того, как все вот в мире изменилось после 11-го сентября. И я уехал утром, не сказал, только спи до утра здесь. Я уехал утром и привез домой к жене своей там разные еще подарочки, там такие пакетики с эмблемами полицейского их отряда и так далее. Что это? Это благодать. Это не только милость, это еще и благодать. Благодать – это когда благо тебе дают, добро тебе оказывают, которые ты не только не заслужил, но ты даже и не ожидал этого. Друзья, есть в Библии четыре вида благодати. Конечно, сегодня очень популярна эта проповедь, и она каким-то образом становится даже востребованной, потому что все чаще и чаще люди говорят и заявляют о некой тотальной благодати. Благодати, которая покрывает все, прощает все, независимо от морального облика прощаемого. Бог любит таким тебя, какой ты есть. Прочь все оковы закона. Кричат новоиспеченные, простите меня за это слово, проповедники благодати. А что, может, и правда Бог любит всех и принимает любого человека в любом состоянии, ничего не нужно менять, просто вот какой ты есть, просто наслаждайся Божьей любовью и все. Может быть, в действительности Бог все простит. В конечном счете, все простит и всех спасет. И вообще все перейдут в небесные жилища, и все мы просто пугаем друг друга о том, что есть какая-то обратная сторона, что есть какие-то разные виды благодати. Есть просто единая благодать, тотальная благодать, которая все покрывает и все прощает. Хочу сказать, что нет, дорогие. В Библии вы не найдете такого. Итак, мы найдем четыре вида благодати. Первая из них – это спасающая благодать. Апостол Павел говорит об этом посланнике Ефесянам во второй главе с 8 по 9 стихи. Он говорит, благодатью вы спасены. И сие не от вас Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Мне очень нравится. Это означает, что я не должен стать хорошим, чтобы получить спасение. Вот здесь такой, какой я есть, когда Слово Божие достигает меня. Я прихожу к Нему в грехах, в моих болях, в каких-то неразвязанных узлах, в разрушенных отношениях, в разбитых целях и мечтах. Вот такой, какой я есть. Я прихожу к Нему, вот совершенно не пытаясь сделать себя каким-то лучшим. И благодать спасающая, она касается меня. Мое сердце плавится, и оно открывается. Я говорю, Иисус, Ты мой Господь, я хочу служить Тебе, я хочу всю свою жизнь связать с Тобой, отдать Тебе, посвятить себя Тебе. И Он спасает. Он спасает. Иаков говорит, восхотел, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Друзья, спасает Его благодать, а не наши заслуги. Павел говорит, и сие не от нас Божий дар не от дел. Просто подарок, бесплатно. Иисус заплатил. Цена крови была заплачена на кресте Голговском. Просто Он спасает, когда мы взываем к Нему. И там написано в Библии, приходящего ко мне, говорит, Бог или Иисус, я не прогоню вон. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Итак, это первый вид благодати спасающий. Но это не единственный вид благодати. Второй вид – это оправдывающая благодать. Римлянам 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Он не сказал, оправдавшись делами, сделав много добрых поступков, за которые мы можем гордиться. Он сказал, верою. Мартин Людер тоже получил величайшее откровение. Он сказал, праведник, верою жив будет. Верою. Я оправдываюсь верою, не делами. Он не только спасает меня, но Он еще и оправдывает меня. Вот что такое благодать Божия? Это когда Он посылает свое спасение. И Он и оправдание дает мне. Посмотрите, еще один стих. Написано в Римлянам такие мысли. Воздаяние делающему, 4 глава, вменяется не по милости, а по долгу. То есть, другими словами, если человек работал и заработал деньги, то здесь нет никакой милости. Он просто получает свою заработную плату. И мы приходим в кассу, в то место, где мы трудимся, или смотрим на наш счет расчетный, или банковскую карту, и проверяем, достаточно ли денег. Я их заработал. Здесь никакой милости нет. Причем тут милость. Я заработал. Я посыл говорит, что воздаяние зарплата делающему выплачивается не по милости, а по долгу. Тебе должны заплатить. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. И вера его вменяется в праведность. Это очень сильное слово. А человек не делал, не заработал ничего. А человек грешил в своей жизни. Жил как мог. Жил для себя. Все для меня, все я. Я любимый. Все вокруг себя самого. А потом таким уставшим, изнемогшим, добредает до Бога. И когда он приходит к Богу, то Бог спасает его и оправдывает его вне зависимости от дел. Несколько дней тому назад я ехал на автомобиле. Я остановился, Т-образный перекресток. И посмотрел налево, направо, чтобы повернуть. И боковым зрением я увидел мужчину, который шел. И мне показалось, что он идет как-то медленно, вот так, едва ли переставляя ноги. И не было никаких машин. Я собрался поворачивать. И в этот момент я слышу тихий голос, Духа Святого, остановись. И я прямо тут же остановился на перекрестке. Аварийку включил, вышел из автомобиля, подошел к нему. Я говорю, а вам нужна помощь? И он говорит мне, да. И сразу раз и облокотился. Я только тронул его и облокотился. Где-то чуть больше 60 лет. И он идет, я спрашиваю, а вы один живете? Куда вы ходили в магазины? Может быть, вам чем-то, я мог бы помочь? Он говорит, да нет, у меня есть дети. Да, дождешься от них. За хлебом ходил. Тут вот магазин, трудно мне, ноги болят. Еле-еле передвигаюсь. И мы шли где-то метра, наверное, 120-130. Прямо за поворот так. Я говорю, я вас доведу до подъезда. И вот пока мы шли, я общался с ним. Я спросил, а вы в Бога верите? Он говорит, ну, теперь-то уж верю. Сейчас уже дома сижу. Я говорю, а раньше не верили? Да раньше жил, как все. Какая вера? Я говорю, а вы когда-нибудь молились Богу? Он говорит, а вот этого не доводилось. Я говорю, а вы бы хотели помолиться? Он, да как я? Это же надо идти куда-то в храм. Я говорю, нет. Бог здесь, на всяком месте. Когда мы дошли до поворота, он был как ребенок, полностью открыт. Я остановился, повернулся лицом к нему, спросил, как его зовут. Он говорит, меня Александр зовут. Сказал, как меня зовут. И предложил молитву. Он помолился. И это было так удивительно, потому что мир Божий опустился. Он не хотел идти дальше. Он говорит, мне так хорошо, мне так хорошо. Я думаю, Господи, там автомобиль мой стоит на перекрестке. Но здесь душа человеческая получает спасение. Это так здорово. Я сказал им эти слова, что если вы верите в Иисус, если вы будете верить всем сердцем, Он не только спасает вас, Он и оправдывает вас. Он берет все грехи, бросает за хребет и не вспомнит больше о них никогда. Друзья, в Евангелии от Луки, в 15 главе, Иисус рассказывает три притчи. Вообще, Иисус очень интересный, очень интересный. Я уверен, что если бы мы жили в дни Иисуса, я думаю, что и ты, и я, мы бы просто все бросили, ходили бы в числе учеников Иисуса. Но дети все там были. И Иисус был в окружении фарисеев. Они просто смотрели на Него. А вообще-то, еще ближе к Нему толпились кто? Грешники, то есть вот такие отстой общества, мытари, то есть люди, которые все пренебрегали в обществе. И фарисеи ворчали и говорили, как это так? Эти вот грешники, эти мытари, они возле Иисуса. Но это же не должно быть так, не должно быть так. Иисус остановился и прямо во всеуслышание рассказал три истории, три притчи. Вы помните эту главу? Чудесная глава. В этих трех историях он рассказывает о чем-то, что было потеряно. Он говорит о том, что одна женщина потеряла одну монету. Потеряла монету, и она стала выметать весь дом, искать ее. И он не закончил эту историю и не нашла. Понимаете, как потеряла? Не нашла. Вот у Иисуса все истории заканчиваются положительно. Он говорит, и она нашла ее. Но это не конец истории. Ну, потеряла, нашла. А нам-то тут дело какое? Нет, он сказал, когда она нашла ее, она обижала всех друзей, соседей, знакомых, и сказала, давайте радоваться. Радоваться. Подожди, вся эта история к тому, что ты хочешь сказать, что мы должны радоваться, когда мы что-то находим. Да, я хочу сказать, что вы должны радоваться. И они просто там веселились и радовались. Потом рассказывает вторую историю о том, как одна овца потерялась. Он говорит, у одного пастуха было сто овец. Одна потерялась. Он оставил девяносто девять, пошел за одной. Там где-то ночью пробирался через все вот эти вот заросли. Нашел ее, нашел ее, положил ее себе на плечи и идет обратно. Я думаю, он не шел просто так. Написано, он радовался. Я думаю, там, играл святая овечка. Эй, ты, че-че-че. Иисус не сказал, что потерялась овца? Видите, я говорю вам, если вы потеряетесь, вас никто не найдет. Не теряйтесь. Нет, Иисус закончил это тем, что пастух пошел за овцой. Нашел ее и с радостью привел ее в свое стадо. А третью историю вообще рассказал о человеке. О монете, об овце, о животном. Теперь о человеке рассказал. Он рассказал, что у одного отца было два сына. И младший подошел к нему однажды и сказал, «Папа, слушай, дай мне ту часть имения, которая принадлежит мне». Отец дал объявление, потому что нужно было разделить весь дом, все. Это означало, «Папа, ты мне не интересен уже. Мне все, мне дома жить надоело. Я хочу свободы. Я хочу жить так, как я хочу и там, где я хочу. И я хочу время проводить весело, так, как мне хочется. Поэтому дай мне денег. Дай мне ту часть имения, которая мне принадлежит». Обычно после смерти родителей делится наследие этим самым. Он сказал, «Отец, ты для меня мертв уже. Все, мне ничего не нужно от тебя больше, кроме денег. Дай мне то, что я хочу. Я хочу это». И отец сделал так. Он разделил имение и дал ему те деньги, которые принадлежали ему. И этот сын взял эти деньги и пошел куда-то в дальнюю страну. И там написано, что он гулял, он радовался, он все деньги потратил на блудниц, просто в удовольствии себе. И там, в той стране, где он был, наступил великий голод. И уже не было ничего, что он мог бы взять покушать. Ни еды, ни денег, ничего. И вот сквозь эти стесненные обстоятельства нужно что-то делать, нужно как-то жить. Он пошел и попросился, и его взяли пасти свиней. Для еврея свинья – это не чистое животное. Это означает, что он опустился не просто на дно, он пробил дно своим жизненным положением. То есть свиньи, он их пасет. Но еще хуже стало, потому что он все еще голодный. Свиньи едят эти рожки. Он хотел бы поесть эти рожки, но ему никто не дает. Вот, видимо, кто-то стоит над ним и смотрит, чтобы он не ел даже вот эту пищу, которую ели свиньи. И в результате он пришел в себя, он очнулся. Здесь есть такая мысль, которую мы можем видеть. Иисус говорит о том, что для того, чтобы наши сыновья, наши дети или люди, просто люди, очнулись, иногда нужны настолько стесненные обстоятельства, настолько трудности. Вот почему Бог вводит или допускает иногда проблемы в нашей жизни, чтобы мы пришли в себя. Он пришел в себя и сказал, я пойду к отцу моему, потому что в доме отца моего там работники просто. Они лучше живут, чем я здесь. Но я не достоин уже, я не достоин называться сыном. Поэтому попрошусь в число просто работников, наемников. Иисус дальше продолжает эту историю и говорит, что он встал и он пошел. И когда он был еще далеко, он не видел отца. А отец смотрел в ту сторону, куда сын ушел и понимал, что где-то, видимо, оттуда он будет идти. И отец не устал ждать, не устал надеяться и высматривать туда, вдаль, в сторону горизонта. И вот оттуда появился силуэт, и он увеличивался с каждой минутой больше и больше. И отец, будучи уже пожилым, почетным человеком, пытался разглядеть, кто это. И потом он узнал в этой походке своего сына. И он побежал, выбежав из этой деревни, побежал к нему навстречу. И увидев его, просто прибежав к нему, обнял его, обнял его, не брезгуя, ни запахом, который он имел после вот этой свинячей, так сказать, жизни. Не брезгая, ничем, абсолютно просто обнял его, целовал его, так написано в Библии, Иисус говорит, целовал его и сказал, дайте, тут слуги прибежали, дайте ему лучшую одежду, дайте ему перстень и обуйте ноги его. Дайте ему мой перстень и обуйте ноги. Он снял свой перстень, дал сыну, дали ему одежду, и он привел его в дом и сказал, этот сын был мертв, но воскрес, пропадал и нашелся. И это удивительная третья история, в которой Иисус показывает, что такое благодать оправдывающая. Там в этой истории есть еще старший сын, который был на поле и не видел, как отец привел сына, но стал спрашивать у тех, кто был в доме, что там за музыка, что там за веселье, потому что отец сказал, давайте, козленка, заколем, не так часто кололи животные, и давайте будем праздновать. И все остановилось, сказал, все, праздник у нас, у нас праздник. Мой сын вернулся, мой сын, отец не дал ему даже договорить, вот то, что он репетировал, что отец, я не достоин называться сыном, прими меня в число наемников. Отец даже не дал ему договорить это, он просто обнял его. Вот она, оправдывающая благодать, которая оправдывает, оправдывает кающегося человека, который возвращается в дом отца. Мне очень нравится, как Дэвид Вильклессон однажды сказал, как это могло случиться, что у этого блудного сына, когда он был там далеко, пришла мысль вернуться домой. И тут же ответил, он сказал, я уверен, что этот мальчик знал, что отец любит его. Он знал сердце отца, он вырос в доме, он не понимал, может быть, до конца, но там, на чужбине, далеко, в далеком месте, там, голодным, там, среди свиней, он стал понимать больше сердце отца. И он знал, что отец любит его безусловной любовью. Друзья, это оправдывающая благодать. Я хочу немного остановиться здесь, потому что вот здесь, цитируя эти три истории, мы можем часто слышать такую мысль. Неважно, каким грехом ты грешил, неважно, как далеко ты зашел, неважно, что с тобой происходит, важно то, чтобы ты вернулся в дом отца. Я хочу сказать, что некоторые говорят еще и другие тексты, которые подтверждают. Помните, написано в притчах, Соломон говорит, семь раз упадет, праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. В Евангелии от Матфея Петр спрашивает у Иисуса, сколько раз прощать мне брату моему согрешающему? И Иисус, отвечая, дает ему цифру до семидежды семь, то есть семьдесят умножить на семь четыреста девяносто раз. И многие, читая это, думают бесконечно, сколько бы против меня не согрешили, я должен простить. Да, это горизонтальные отношения. Мы не говорим здесь о том, Бог как смотрит и прощает ли Бог. Ты скажешь, Бог безусловно простил. Он надал своего сына. Я покажу в Библии целый ряд текстов, которые настораживающие по меньшей мере, а то и пугающие для меня. Один из них – это Марка 11 глава, 26 стих. Я не знаю, как вы читаете Библию, но когда я читаю эти слова, они пугают меня. Тут написано, если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. То есть могут быть христиане, люди, верящие Богу, но их так сильно ранили, их так обидели. Они не могут справиться, они не могут простить. И они живут с этой болью всю жизнь и не прощают. Они вроде умом прощают, но они потом все равно отдаются в эти чувства, просто погружаются в эти чувства боли, обиды, зла, мести, ненависти, огорчения или затворничества. Больше не пущу никого в свое сердце. То есть Иисус сказал, если вы не прощаете, вас не простит Отец Небесный. А вот еще один текст Матфея в 12 главе, в 31 стихе, там тоже идет речь о том, что Бог может кого-то не простить. И он говорит, посему говорю вам, всякий грех, и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему. Ни в всем веке, ни в будущем. Страшные слова. Это означает, что если человек похулил Духа Святого, то ему уже нет прощения. Вы скажете, подожди, ну а благодать спасающая и оправдывающая. Вы знаете, некоторые люди просто используют благодать для того, чтобы прикрыть свой грех. Если вы сознательно грешите и говорите, благодать Божия меня покроет, то это не благодать Божия. Это ваш произвол, это произвольный грех. И этот грех приведет вас к смерти. Об этом говорил, между прочим, Иоанн, когда разделил все грехи на грех к смерти, грех не к смерти. Я слышал одного проповедника, который сказал, это сказал Иоанн, это не Евангелие. Не бывает грехов к смерти. Всякие грехи, они будут прощены Богом. Но в Библии не так. В Библии мы знаем историю с Саулом, например, когда Бог однажды поручил ему, чтобы он подождал Самуила. Он не подождал, оправдал себя. Через одну голову Бог снова обращается к нему и снова дает ему другое поручение. И в этот раз он не послушен, он делает то, что он считает нужным, такое своеволие. И чем это заканчивается? Приходит Божий пророк, голос Божий, и говорит ему, и говорит ему приговор. И говорит, что вместо тебя Бог нашел другого человека. И там есть такие слова, которые тоже меня очень пугают. Написано, что Самуил отошел от него, очень печалился о нем. И больше никогда они не встречались. И Саул закончил жизнь свою на войне, а в последнюю ночь перед смертью, даже не на войне, а на той войне его ранили, и он самоубийством закончил жизнь свою. А перед смертью, последнюю ночь, он провел у волшебницы, потому что Бог молчал. Бог молчал по отношению к Саулу. Вы скажете, пастырь, Старый Завет, в Новом Завете все проще, Бог все покроет, все простит. Вы уверены? А помните, Иисус говорил в своей первой проповеди, Он говорил так, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Еще одна категория людей, первая – это те, которые не простили своего обидчика, вторая – те, которые похулили Духа Святого, и третья категория – это те, которые соблазняют тех, кто мал, кто недавно пришел к Богу, у кого еще слабая вера, кто не утвержден, не укоренен в истине. И эти люди смотрят на старших, смотрят на тех, кто с Богом давно, кто в церкви уже имеет ответственность, служение, и вдруг они видят что-то, что их закрывает перед Богом и соблазняет их. Евангелие от Луки, 17 глава, Иисус говорит, что невозможно не прийти соблазном, то есть обидам, когда люди обижаются, но горе тому человеку, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жерно повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых – сих. Как интересно, третья группа людей, он говорит, ой-ой-ой-ой-ой, лучше не жить этому человеку, лучше было бы ему умереть, если он, будучи христианином, в церкви своей жизнью, поступками, двойными стандартными, тайными грехами соблазняет малого, одного из малых – сих. Третий вид благодати, мы говорили о спасающей и об оправдывающей благодати, а третий вид – это благодать, которая научает нас, научающая благодать. И апостол Павел говорит об этом в послании к Титу. Он говорит, явилась благодать Божия, спасительная, спасающая, спасительная для всех человеков. 12 стих – научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. И вот здесь внимание, дорогие, истинная Божия благодать будет трансформировать, менять, преобразовывать тебя. Истинная Божия благодать не оставит тебя таким, какой ты есть. Ты будешь переходить от веры в веру, от славы в славу, являться пред Богом на Сионе. У тебя будет увеличиваться жажда по Богу, ты станешь другим человеком. Если ты говоришь, о, благодать Божия на мне, значит, ты будешь меняться, значит, ты перестанешь гневаться, значит, ты перестанешь обманывать, быть там коварным, хитрым, злиться на кого-то, там, еще что-нибудь делать. То есть ты будешь меняться, ты будешь удивляться, как благодать Божия каждый раз, когда ты в церкви, когда ты слушаешь Слово, поклоняешься Богу, читаешь Библию, молишься каждый раз. Его благодать, опускаясь на тебя, она будет менять тебя, Павел говорит, научающая нас. Поэтому благодать Божия, она научает, она не только оправдывает нас, спасает и оправдывает, как будто бы мы никогда не грешили, но она еще и меняет нас и преобразовывает. И вот четвертый вид, о котором я хочу чуть больше остановиться по времени, если у меня хватит времени, это благодать, которая наделяет силой человека для свершения определенного служения. Это очень интересно. Это благодать, как то, что дает Бог тебе, дает тебе способности, дает тебе мысли, дает тебе понимание и просто помогает тебе. Теперь давайте вернемся к этому тексту, с которого мы начали. И там написано, что пришел пророк к Зарававелю. Зарававель был лидером, который привел народ в землю израильскую, в Иерусалим. И он вдохновил все, чтобы все строили храм, восстанавливали. Храм разрушен. Зарававель говорит, мы сможем это сделать, у нас получится. И они кинулись строить храм. Обратите ваше внимание, они не строили свои дома, они строили Божий храм. Вот они, приоритеты, настоящие, которые у человека, который заражает этим видением других людей, который получил от Бога задание. Зарававель получил задание от Бога. Но тут же оказалось, что рядышком были другие евреи, которые жили совсем недалеко, которые не были в плену. И они пришли, и они посмотрели на все это, и они были такими критиками. А что это вы строите? А вы что, думаете, у вас получится? Вы что, думаете, что все так, как вы задумали, так и будет? Да ничего у вас не получится. Откуда у вас сила? Откуда у вас то? Да вы что? А вы где живете? Да у вас своих домов нету вообще. Да как так? Да вы строите сначала свои дома. И они смутили народ. Они смутили народ настолько сильно, что люди перестали строить храм. И история говорит, что на протяжении 16 лет они не строили вообще. Весь план, весь проект был остановлен. Зарававель пал духом. Он не знал, что делать дальше. И вот приходит пророк Божий к нему и говорит такие слова. Так говорит Господь. Не воинство, не силы. Зарававель, наверное, думал уже, что может быть чем-то их поднять. Я не знаю как. Где взять силу, чтобы поднять мужчин, чтобы они строили. Где взять это? И Бог говорит, не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь. А потом пророк, как будто бы вместе с лидером, Зарававелем, смотрит на какую-то гору и говорит, кто ты, великая гора перед Зарававелем. Что это за гора? Это гора проблем, гора нерешенных задач, гора каких-то разрушенных отношений, может быть, в твоей жизни есть такие же самые горы. Гора долгов, которые ты не знаешь, как выплатить и сколько лет выплачивать. Гора, где и здоровье может быть не такое крепкое. И дома они все в порядке. И вообще какая-то пустота в сердце. Гора, как мне, что мне делать с этой горой? Как мне поступить? И пророк смотрит вместе с ним и говорит, кто ты? Кто ты, великая гора? Гора проблем. Гора сложности перед Зарававелем. И тут же говорит, ты не гора, ты равнина. Другими словами, эта гора просто уравняется, когда Бог коснется, когда Бог пошлет свою благодать, когда Бог поможет тебе, когда Бог даст тебе силу. Ты не своими силами это сделаешь, но сойдет его благодать. И он говорит, знаешь, что делай? Возьми камень краеугольный. Камень краеугольный, это, знаете, где-то на углу ставился, чтобы углы как-то вывести. И он говорит, и положи его. И теперь кричи, благодать, благодать на нем. Как будто некая формула. Но это не механическая формула. Это ключик, это секрет. Нам нужна благодать, благодать, благодать на нем. Один из переводов говорит, что когда он это сделал, возможно, он начал шептать, благодать, благодать. Ну, камень положил, выглядело очень как-то так глупо. Ну, взял, камень положил. Но я думаю, что пророк Божий сказал ему, не шепчи, а громко кричи, говори, благодать, 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 благодать. Благодать на нем, на этом камне. И вот он стоит, благодать, благодать, благодать. Каким-то образом эти мужчины, которые жили там рядышком, все же было очень близко, стали видеть, что что-то происходит там. Что-то происходит на месте храма. Они пошли туда, а там стоят два мужчины, один пророк. Другой их лидер, Зарававель. И Зарававель просто кричит «Благодать! Благодать! Благодать!». И вдруг пророк исполняется Духом Божьим и говорит, кто может считать день этот маловажный, когда радостно смотрят на строительный отвес? Тесем, очи Господа, они обозревают всю землю. Эти мужчины, я представляю себе, как они просто замерли. Оказывается, в этот момент, когда этот человек, лидер, кричит «Благодать!». Он как бы кричит «Я не могу! Ты можешь! Я заканчиваюсь, ты начинаешься! У меня нет способности, я не знаю, как сдвинуть всю эту гору проблем! Господи, я нуждаюсь в Тебе, где Твоя благодать! Дай мне силу! Дай мне просто, просто убери эти проблемы! Дай мне это!». И он кричит «Благодать! Благодать!». А пророк говорит, очи Божьи смотрят на это место. Эти семь очей, семь глаз Божьих, как это, что это? Мы не понимаем до конца. Но он говорит, те семь, они обозревают всю землю. И я представляю себе, как эти мужчины, вдруг у них резко поворачивается что-то. Что с нами? Мы 16 лет строим свои дома. Они такие в убранстве. Дом Божий в запустении. Что мы делаем? Один сказал, подождите немного, я пойду. У меня есть строительный материал, я принесу. Подождите немного, подождите. Они собираются. И все начинает происходить. История говорит, что они построили этот храм. Они посвятили его Господу. Четвертый вид благодати – это сила для совершения того дела и задания, которые Бог дает тебе. Был 92-й год. Я расскажу очень кратенько. Мы все лето служили. Без выходных. На стадионе проводили большую компанию. И был октябрь месяц. Я сижу у себя в съемной квартире, где и спальня, и кабинет, и все вместе. Сижу и вдруг замечаю, что октябрь месяц заканчивается. Лето пролетело. У меня даже не было ни одного дня, чтобы я солнышко где-то увидел. Я такой уставший. И я как-то расклеился перед Богом. Так я говорю, Господи, помоги мне. Помоги. И уснул. И прямо сквозь сон я слышу голос. Сын мой, запланируй продолжительный отпуск. Мне-то как-то тепло, так внутри хорошо. Пауза немножко. И потом снова слышу. На небесах. Я проснулся, как будто бы меня разбудили. И думаю, ха. Бог же говорил. Нету жены рядом. Голос Божий со мной. На небесах. И вы знаете, в этот момент сверхъестественным образом была снята всякая усталость, накопленная за целый период времени. Я чувствовал себя, как будто бы... Я тело не чувствовал даже. Я чувствовал, как будто я просто парю. И у меня было столько вдохновения, столько слова, столько откровения. Сверхъестественная благодать Божия, которая сошла. И мы начали библейскую школу всю зиму. Просто там столько тем, столько предметов. Это была Божья благодать. Нам нужна благодать Божия. Тебе нужна благодать Божия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok